Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии. Сегодня у нас среда, а что говорят в среду? Среда пришла, неделя прошла. Сегодня мы, разумеется, снова возвращаемся на тот фундаментальный фонд, который сейчас характерен для финансовых площадок. Не думаю, что нужно напоминать о том, что он весьма интересный. Вы прекрасно видите, какую волатильность показывают все ключевые финансовые активы, которые мы используем в нашей каждодневной спекулятивной деятельности. И самое главное, все эти активы сейчас двигаются в том самом тренде, который мы обозначили для них еще много месяцев назад. И сейчас мы, конечно же, пожинаем плоды терпения, поскольку тогда был расчет правильный. Мы всегда подтверждали это с точки зрения фундамента, и сейчас мы видим то, что большинство наших целей уже практически реализованы. Ну а некоторые долгосрочные идеи, к примеру, нефти и рубль, мы уже обновляли цели, уже были реализованы новые ценовые ожидания. И сейчас мы, по сути, уже пытаемся снять еще большие сливки с этих инвестиционных идей, потому что тренд, по сути, не меняется. Что касается сценария нашего брифинга, разумеется, по ходу обозначу кодовое слово, сегодня величина бонуса у нас 6,5%. Приближаемся мы к самому важному событию этой недели, Non-Farm Perils, хотя сегодня у нас также будет очень интересная статистика и, прежде всего, данные по EDP. Будем готовиться к фактическим показателям по состоянию американского рынка труда. И как раз EDP помогут нам определиться с теми ожиданиями, которые все-таки стоит распространять касательно одного из ключевых секторов американской экономики. Но начнем мы все-таки, давайте, по порядку с нефти, конечно же, и позицией российской валюты. Открыть эти графики, посмотрите, на текущий момент мы видим то, что Brent у нас поднялся с локальных минимумов. Если еще сутки назад мы констатировали то, что уровень психологической поддержки 50 был протестирован, нефть Brent оказывалась на какое-то время ниже этого значения, мы пофиксили ту цель, которую распространяли многие месяцы. И сейчас мы видим то, что начался локальный будущий откат. Это, на самом деле, абсолютно логичное дело после такой серьезной продажи, которая наблюдалась в отношении этого актива. 50-36, я думаю, что это еще не предел, но в целом, что касается технических факторов, эта консолидация, она, скорее всего, также очень быстро сойдет на нет, потому что рынок больше снова сфокусируется на фундаментальных идеях, определяющих то, что Brent и WTI имеют предпосадки для еще большей просадки. Но это очень рискованные инвестиционные идеи уже. Наверное, где-то, скажем, рядом с уровнем 50, ну, может быть, чуть ниже, уже маячит локальное дно. Конечно же, есть такое представление о рынке, что если вы считаете, что дно найдено, на самом деле оно гораздо глубже, но все-таки я рисковать бы сейчас не стал такими активными продажами по нефти, обозначая возможность как раз вероятного разворота, который может произойти вот совсем уже скоро. Что касается прошлой инвестиционной идеи, которую я поставил на краткосрок уже, это для тех, кто хочет еще попытаться использовать те возможности, которые предоставляет сейчас актуальная коррекция. По нефти, может быть, будет шанс прокатиться даже до 46-45 долларов, соответственно, за баррель. Но, разумеется, в эту сделку нужно заходить минимальным объемом и не допускать нагрузку плеча на эту сделку больше там 2-3, ну, в районе 5, это как минимум. То есть не больше этого показателя. Что касается факторов, которые сейчас продолжают влиять на позиции нефти. Если мы говорим уже про вот эту легкую восходящую консолидацию, которая сохраняет такой легкий, такой же обычный запал, здесь технические факторы, о которых я уже сказал, здесь восстановление китайского фондового рынка, поскольку Народный банк Китая, как мы и говорили, все-таки стал контролировать ситуацию в целом, предпринял меры, которые были направлены на стимулирование экономики и помог шанхайскому композитному индексу выкарабкаться с того дна, на котором он оказался. Прирост был неплохой, поэтому сейчас, разумеется, трейдеры снова стали распространять эту идею на то, что Китай также сможет нащупать основания для фундаментального роста. И если это произойдет, может быть, наконец-таки сверхизбыточное предложение, которое присутствует на рынке, в отдаленном будущем получит поддержку со стороны возможного спроса. И еще в качестве фактора поддержки для нефти стоит обозначить вчерашние данные по запасам нефти США. Разумеется, во вторник мы анализируем частное агентство АПИ. Что касается статистики, по факту мы увидели то, что запасы снизились на минус 2,4 миллиона баррелей. Поэтому, если частная оценка просигнализировала о снижении запасов, можно предположить, что уже сегодня вечером, когда будут публикованы данные по запасам от Минэнерго США, мы увидим также снижение запасов, а, соответственно, может быть, Brent получит еще один фактор фундаментальной поддержки. Продолжаем следить, в общем, за нефтью. Разумеется, завтра мы вернемся, как и всегда, к перспективам этого актива. А сейчас предлагаю плавно перейти на динамику российской валюты. Что у нас наблюдается сейчас по паре USDRA? Мы видим то, что российская валюта по-прежнему находится выше 63-х, сохраняет потенциал для еще большей девальвации, потому что риски для просадки, конечно же, нефти имеются. Ну и что касается общего новостного фона, в целом сейчас, наверное, в качестве позитивных факторов для рубля отметить практически нечего. А стопроцентная корреляция с черным золотом, еще объективная слабость российской экономики в целом, мы готовимся к превентивным, скажем, действиям, следствиям разгона индекса потребительских цен, тем более, что сейчас актуальны вопросы, связанные с расширением продовольственного эмбарго. Разумеется, это спустя 2-3 месяца снова вернет на рынок спекуляции на тему того, а не слишком ли крутоваты инфляционные ожидания на российском рынке. Инфляция будет следствием как раз девальвации российской валюты. И если инфляция продолжит расти, разумеется, это повлияет на потребительский спрос, а потребительский спрос, как мы не устаем повторять, скажется на темпах экономического роста российской экономики, которые и без того оставляют желать лучшего. Что касается факторов поддержки, единственное, наверное, это стремительное восстановление нефти, которое пока не предвидится. Налоговый период, который тоже еще придется подождать как минимум 3 недели. И еще, напротив, дополнительная нагрузка на рубль может быть связана как раз с пиком платежей по внешнему долгу корпоративного сектора и государства. Напомню, что сейчас эта сумма долговых обязательств оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Очень много. Я считаю то, что Центральный банк, разумеется, если хочет сейчас обозначить на рынке явное свое присутствие и контроль за ситуацией, должен уже сейчас принимать меры. Какие-то меры могут быть. Мы вчера об этом говорили. На мой взгляд, одни из самых действенных сейчас могут оказаться как раз интервентный механизм, в частности, продажи валюты и через эту конверсионную сделку покупку рублей. Потому что спрос на рубль, разумеется, может поддержать и должен, исходя из теории, поддержать позиции российской валюты. Также было бы не лишним создать хорошие предпосылки, условия для операции киритрейда. Потому что здесь также идея железобетонная. Если инвесторы поймут, что имея дешевые долларовые и переведя их в российскую валюту, а после вкладывая в облигации с очень высокой процентной ставки, можно получить очень хороший доход на разницы доходности бумаг. И в целом это также идея, которая будет способствовать укреплению российской валюты. Я считаю то, что ЦБ уже сейчас должен вмешиваться, потому что может оказаться так, что когда рубль уйдет выше 65 против доллара, рынок российский будет характеризоваться уже чрезмерными инфляционными и девалюционными ожиданиями. И здесь, пожалуй, снова единственное, что поможет, это совсем радикальные меры, которые в последнее время, конечно же, даже не хочется сейчас прогнозировать. Радикальные меры, под ними я подразумеваю возможность снова возвращения процентной ставки, то есть ставки рефинансирования к тем заоблачным уровням, с которыми российская экономика имела дело в конце 2014 года и в начале 2015 года. 17% это, напомню, та мера, которая вроде бы как помогла, конечно же, наслабить спекулятивное давление на российскую валюту. Мы видели то, что тогда рубль действительно укрепился. Но тогда в игру вступило множество факторов. Сейчас постфактум мы уже можем говорить о том, что нам приходится говорить, что прошлые меры возымели успех, потому что Центральная банка вовремя принял их. Но сейчас в целом промедление может быть смерти подобно. И поэтому в целом текущее значение по российской валюты, я считаю, являются очень высокими. А значит, в перспективе можно ждать все-таки укрепление позиции российской валюты против доллара и движение пары USDRAP снова в район 61 или 60. Но, разумеется, каждый брифинг мы будем актуализировать общий фундаментальный фон, и уже завтра снова вернемся к определению перспектив этого тандема валютных активов. Идем дальше. Евро-доллар, откройте графики. Посмотрите, пожалуйста, сейчас мы видим то, что пара торгуется на уровне 1.0863. Если вернемся к вчерашней торговой сессии, мы увидели локальный хай. Это 1.0987. После этого в игру вступила статистика, в частности данные по индексу цен производителей. И отчет снизился на минус 0,1%. Европейская валюта оказалась после публикации этого отчета под фундаментальным давлением. Это было абсолютно оправданно, потому что этот показатель напрямую влияет на уровень инфляции в рамках валютного блока. Если индекс цен производителей снизился, значит существует такое же давление на общий показатель по инфляции. И есть основания снова делать ставку на дефляционные риски. Я считаю, что эта идея является сейчас самой главной при определении перспектив европейской валюты. Потому что снижение цен на энергоносители, которые мы наблюдаем сейчас, создаст еще большее давление на общий показатель по инфляции. А значит, возможно, уже следующий показатель и в месячном эквиваленте и в годовом будет свидетельствовать о том, что инфляция снова тяготеет к красной зоне и дефляционной пропасти. Поэтому, если есть хотя бы риски такого сценария, разумеется, здесь также нужно говорить о том, как центральный банк будет с ними бороться. Инструментов не так уж и много, хотя в арсенале Европейского центрального банка есть один очень действенный и стоящий. Это программа количественного смягчения, которая была запущена в марте, которая сейчас охватывает 60 миллиардов евро в месяц и которая продлится до сентября 2015, точнее 2016 года. Но поскольку риски инфляции возрастают и за полгода эта программа никак себя не показала в плане разгона показателей, значит, мы делаем уже ставку на альтернативный сценарий, связанный с тем, что эта программа может быть расширена, эта программа может быть продлена и, соответственно, в принципе, ассортимент выкупаемых активов также может быть увеличен. Поэтому, говоря про евро, я думаю, что сейчас не стоит сомневаться в том, что главный валютный риск продолжит находиться под фундаментальным давлением. Собственно, так же, как он делает на протяжении, можно сказать, всего 2015 года. Сейчас наша цель по паре евро-доллар вот-вот будет протестирована. Напомню, что это уровень 1.08, до него остается еще 50-60 пунктов. После того, как эта цель, этот рубеж останется, скажем, позади, евро-доллар сможет пойти еще ниже к нашей совсем уже долгосрочной цели, это 1.05. И здесь против европейской валюты, помимо, опять же, ожидания более агрессивных мер экономического стимулирования, будет еще на позиции евро будет влиять и американская статистика, которая открывает дорогу для нормализации денежно-кредитной политики и постепенного повышения процентной ставки. Перейдем теперь к паре доллар-японская иена. Здесь хочу в целом обратить внимание на фундаментальный фон, который характерен для США, но в целом то, что сейчас происходит по американской статистике, мы видим, анализируем это, разумеется, сказывается и на поведении европейской валюты, потому что евро у нас главный баронент рисковых настроений, и если доллар оказывает соответствующее давление, риску приходится теснить свои позиции и сдавать драгоценные пункты своему основному конкуренту. Что происходит по паре доллар-японская иена? Также откройте графики, посмотрите, актуальные котировки 124, примерно на 30-40, то есть мы видим, что пара планомерно приближается к нашей цели 125, еще чуть-чуть остается, и мы закроем еще одну успешную инвестиционную день. Что касается вчерашних макроэкономических отчетов, весь день рынок повторно анализировал данные по слабому индексу производственной активности ISM, хотя на самом деле, если мы посмотрим именно позицию трейдеров и инвесторов, большинство почему-то решили, что отчет слабый. Решили, что отчет слабый только потому, что он не дотянул до прогнозных значений. Но если мы все-таки будем более, наверное, детально, не поверхностно смотреть на эту статистику, мы поймем то, что в целом показатель держится выше 50 пунктов, который отделяет как раз спад, рецессию от восстановления. И этот показатель все равно находится на одном из самых максимальных значений. Вчера были опубликованы данные по промышленному производству. Прошлые три отчета были слабые, поэтому трейдеры, опять же, после слабого индекса ISM, решили, что и данные по промпроизводству также будут плохими. Но отчет оказался неплохим. 1,8% прироста против прошлого отрицательного значения. Поэтому в целом мы видим соответствующую поддержку для доллара, которая идет со стороны промышленного сектора. Если растет промпроизводство, значит можно надеяться на то, что слабость американской экономики первого квартала 2015 года была исключительно вследствие сезонных факторов. И сейчас промышленное производство и в целом общая статистика, которую мы анализируем по США, создает хорошие условия предпосылки для того, чтобы сделать ставку на то, что второе полугодие для США будет очень неплохим. И, разумеется, после того, как были опубликованы хорошие макроэкономические данные, снова я обратил внимание на доходность американских трежерис, эта доходность поползла вверх и создала еще больше интереса к американской валюте. Ну и своего рода десертом дня выступили комментарии еще одного голосующего члена ФРС Денниса Локкарда, который также посвятил свою речь перспективам американской программы, точнее перспективам монетарного курса, который сейчас разворачивается в рамках США и обозначил свое видение касательно сроков повышения процентной ставки. Стоит отметить, что Деннис Локкарт был один из самых жестких критиков досрочного повышения процентной ставки еще год назад, потом занял умеренную позицию, и вот этот нейтралитет ничто не могло сломать. Даже последние макроэкономические данные, которые мы анализировали еще квартал назад, они никак не могли настроить этого представителя монетарных властей США на то, что в принципе в отношении экономики нужно все-таки перестраивать уже свое мнение на более позитивное русло. И сейчас Деннис Локкарт отметил, что в целом убежден последними макроэкономическими данными касательно того, что американская экономика полностью готова к тому, чтобы впервые за 10 лет поднять какосрочные процентные ставки. И он полагает, что это может произойти уже в сентябре 2015 года, то есть буквально через месяц. Может ли что-то изменить его представление о текущем состоянии американской экономики? Он отметил, что только исключительно крайне негативная статистика, негативный фундаментальный фон, которого разумеется сейчас по американской экономике нет и в помине. Поэтому вчера, если мы посмотрим на реакцию рынка, на его комментарии, на его выступления и на его прогноз по срокам повышения процентной ставки, я считаю, что это выступило может быть даже одним из ключевых факторов влияния на позиции рисковых инструментов и американской валюты. Поскольку сразу после того, как эти сообщения появились в средствах массовой информации, их проанализировали трейдеры и потащили пару USD вверх к уровню 125, рисковые инструменты, прежде всего евро, оказались под серьезным давлением. И вот, как я уже отмечал, евро просело больше, чем на 100 пунктов. Сейчас тренды, вот эти локальные тенденции неизменны. Я думаю, что можно продолжать кататься на прошлом фундаментальном фоне и дополнительных подсказках, которые мы получили от монетарного руководства. Поэтому USD и Йена метим снова в район 125. Хорошо, что до этой цели остается все меньше и меньше пунктов. Еще хотел пару слов сказать про британскую валюту. Актуальные котировки сейчас 1,5540. То есть мы видим то, что наша цель вот-вот также будет реализована и по британскому активу. Здесь пока интересного фундаментального фона по английскому предсказанию нет. Фонд реагирует на общий интерес к рыночным настроениям, которые определяются евро. Рассыпется европейская валюта, теряет и фонд. Но завтра мы полностью переключимся уже на фундаментальный фонд по Британии. Потому что завтра суперчетверг, когда будут опубликованы все самые важные макроэкономические данные. Буквально с интервалом в один час. Это протоколы, голосование членов по денежно-кредитной политике. Это ставка, это объем выкуп активов, ожидание по темпам экономического роста и по инфляции. То есть завтра будет взрывной день. Давление на тех трейдеров, которые используют фонд в качестве основного актива для спекуляции, будет колоссальным. И останется только держаться. Но я считаю то, что в целом на фонд может быть оказано больше давления, нежели фонд сможет найти в заточном фундаментальном фоне поддержку. Поэтому уровень 1.55, я считаю то, что может пасть уже даже до конца сегодняшней торговой сессии. Ну а завтра вероятность этого еще возрастет. И USDCAD. Здесь мы, скажем, констатируем реализацию еще одной долгосрочной инвестиционной идеи. Мы отмечали то, что после пробития уровня 1.30 пара USDCAD продолжит пребывать в рамках восходящего канала. Следующей целью выступит уже максимальный уровень с третьего года. Это уровень 1.32. И вот вчера это значение было протестировано. Поэтому те, кто прокатился с нами по этой инвестиционной идее, я хочу вас поздравить. Дальше следим за позициями нефти. Если у нас появится снова достаточно оснований для того, чтобы возобновить спекуляции на тему еще большей просадки Брента, то, соответственно, вернемся к обсуждению слабости канадской экономики и, возможно, к теме еще одного шага по смягчению экономической политики, то есть снижению процентной ставки. После этого поставим цели уже, может быть, даже еще выше. Но пока от этого тандема валютных активов я предлагаю отдохнуть. Что касается кодового слова на сегодня, это доллар. Ключевым макроэкономическим событием сегодня станут публикации данных по состоянию американского рынка труда. Это данные от частного агентства EDP. Отчет будет публикован в 15.15 по московскому времени. Поскольку я традиционный бык по американской статистике, считаю то, что этот отчет сможет поддержать позиции американской валюты. Еще раз, кодовое слово доллар. Что касается бонуса на сегодня, это 6,5%. Это бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые характерны для нашей компании уже сейчас. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных комментариев и вопросов на нашем официальном канале Амаркет. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.